Привет, Афины. Добрый вечер, Афины. Спасибо, что пришли. Хотите нарушать? Я научу вас нарушать. Нет. Я расскажу про настоящую революцию. Мы говорим про самое удивительное, самое интересное и, возможно, самое важное технологическое новшество. Нет, изобретение в информатике за последние 20 лет. Я расскажу про биткоин. И я думаю, вы о нем уже слышали. Давайте-ка быстренько проверим, кто раньше слышал про биткоин. Отлично. Сильный зал. А у кого есть биткоины? Ну, так даже лучше. Итак, биткоин — это цифровые деньги. Но это самая верхушка айсберга. Сказать, что биткоин — это цифровые деньги, это как сказать, что интернет — это навороченный телефон. Это как сказать, что интернет нужен для электронной почты. Деньги — это только первое приложение. Биткоин — это технология, это валюта, и это международная сеть платежей и обменов, которая совершенно децентрализована. Она не зависит от банков, она не зависит от правительств. В истории человечества ничего подобного не было ранее. Это по-настоящему революционное изобретение. И вспоминая нынешнее время, мы поймем, что это был исторический момент в эволюции информатики, но также и зреющая социальная и политическая революция. Так что приступим. Биткоин — это цифровые деньги. Это такие же деньги, как доллары и евро, только они не принадлежат странам. Их можно отправить из любой точки мира в любую другую мгновенно. Безопасно и за минимальную комиссию, или совсем без нее. Два дня назад прошла одна из крупнейших транзакций, зарегистрированных в сети биткоин. Человек перевел 150 миллионов долларов с одного аккаунта на другой за одну секунду с нулевой комиссией. Одна только эта операция позволяет понять, сколько правил международных переводов нарушает эта технология. Но это только начало. Биткоин — это цифровая валюта, которая появилась в 2008 году, ее изобрел некто Сатоши Накамото. Он издал статью, в которой заявил, что придумал, как создать децентрализованную сеть, способную привести людей к договоренности, к согласию, безо всякой центральной управляющей фигуры. Если вы изучали информатику или распределенные системы, то там это называется задачей византийских генералов. Впервые ее сформулировали в 1975 году, и до 2008 года у нее не было решения. Но мы сразу поняли, как важно решить эту задачу. А Сатоши сказал, «Я нашел решение». И угадайте, что это было? Все рассмеялись. И проигнорировали Сатоши. И забыли его. Он издал статью, а спустя три месяца он опубликовал программу, с помощью которой люди начали строить сеть биткоина. Биткоин — это не компания. Это не организация. Это стандарт или протокол, как TCP, IP или интернет. Он никому не принадлежит. Он работает по простым математическим правилам, с которыми согласны все участники сети. С помощью этого простого механизма и с помощью изобретения Сатоши Накамото биткоин позволил совершенно децентрализованной сети компьютеров договориться, какие транзакции произошли в сети. По сути, они договорились, у кого сейчас есть деньги. То есть, если я отправлю деньги со своего аккаунта на чей-то по этой одноранговой, совершенно децентрализованной сети, это как отправка имейла. Посредников нет, информация идет с моего компьютера, где я храню деньги, на компьютер-получателя без вмешательств. И вся сеть каждые 10 минут договаривается, какие транзакции прошли, без центральной фигуры, простым электронным отбором. Данное решение, изобретение, гораздо важнее валюты. Валюта — это лишь первое приложение, первое применение, которое можно создать на основе системы распределенной договоренности. Есть и другие применения. Честное распределенное голосование, управление акциями, регистрация и заверение капитала. И масса других применений, о которых мы еще и не думали. О биткоине я узнал в 2011 году. И впервые с момента появления интернета меня посетило чувство благоговения перед открывающимся потенциалом. Я прекрасно помню начало интернета в 91 году, когда он еще не был коммерческим. Я понимал, что он изменит мир, но не мог этого никому объяснить, потому что мне не верили. И то же самое чувство у меня вызывает биткоин. Некоторые из вас слышали, что биткоин — это валюта, денежная система, у которой курс то резко взлетает, то вдруг падает ниже некуда. Так вот, мой вам совет. Игнорируйте цену. Игнорируйте биткоин как деньги. И цените биткоин как технологию, как изобретение и созданную им сеть. Потому что если с деньгами не пойдет, можно запустить новую валюту. Изобретение биткоина, его технический фундамент, нельзя забыть. Он позволяет реализовать децентрализованную организацию невиданных прежде размеров. Почему же это так важно для меня? На сегодня в мире примерно один миллиард людей пользуются банкингом, кредитами и международными финансовыми услугами. Это в основном высший класс западные страны. Шесть с половиной миллиардов человек оторваны от мира денег. Они живут в условиях наличности практически без доступа к международным ресурсам. Им не нужны банки. Два миллиарда из этих людей пользуются интернетом. Скачав небольшое приложение, они мгновенно станут участниками международной экономики с международной валютой, которую можно переводить куда угодно без комиссий и вмешательства властей. Они станут участниками международной финансовой системы, в которой все равны. Таким образом, биткоин — это народные деньги. В центре стоят простые математические правила, с которыми все согласны и нет аппарата власти. Возможности, которые принесут с собой шесть с половиной миллиардов новых продуктивных участников мирового сообщества, по-настоящему революционные. Первым делом мы повлияем на платежные системы. Эти огромные компании, у которых чем беднее страна на значение, тем дороже отправить туда деньги. Это спекулятивная и порочная система. Эти организации получают огромные прибыли за функцию, которая в биткоине выполняется бесплатно. Как раньше говорили про интернет, я только что заменил твою бизнес-сферу сотней строк кода на питоне. То же делает и биткоин. Как же использовать биткоин сегодня? Если вкратце, биткоин может работать как валюта, так что представьте, что покупаете иностранную валюту. Можно подключиться к обменнику в сети, переслать им сколько-то там евро и купить на эти евро биткоинов по текущему курсу. Но это не лучший способ. Ведь мы же предприниматели и мы хотим нарушать. Поэтому лучший способ найти продукт или услугу, который захочет купить человек с биткоинами и начать зарабатывать биткоины. Когда открываешь бизнес в международной среде, стать по-настоящему глобальным, бизнесу мешают всего два препятствия. Первое препятствие это сложность доставки товаров и услуг через границы. И интернет эту проблему решил. Потому что теперь можно создавать виртуальные товары и услуги, которые продаются в любую точку мира. То есть продукт можно доставить. Но оставалась еще одна большая проблема. Как получить оплату? И эту проблему решает биткоин. Он позволяет получать оплату из любой точки мира мгновенно. Сеть биткоин позволяет любому человеку отправлять вплоть до одной сто миллионной биткоина. Что по нынешним меркам это крошечные деньги. У современных денег и платежной систем такой функции нет. кредитки придумали в 50-е и они не предназначались для эпохи интернета. А биткоин предназначен для эпохи интернета. С появлением возможности отправлять платежи в сотую или тысячную евро можно продавать контент, можно проводить микротранзакции, можно собирать платежи от миллионов людей мелкими суммами, которые вместе дают прибыль. И в той же сети, где можно отправить одну тысячную евро или даже одну миллионную евро, можно отправить миллиард евро или триллион евро и комиссия будет одинаковой. Потому что она зависит от размера транзакций в килобайтах, а не от содержания. Давайте посмотрим на примере интернета, почему биткоин так важен. Один из важнейших принципов интернета это нейтральность. Интернет не делает различия между крупной организацией и мелкой организацией. Он не видит разницы между CNN и египетским блогером. Он позволяет египетскому блогеру обращаться к миру с той же магнитудой, что и CNN. Биткоин нейтрален к отправителю и получателю, а также к сумме транзакции. Следовательно, он позволяет каждому пользователю создавать финансовые новшества и инструменты и платежные новшества и использовать валюту тем же многообразием способов, что есть и у банка. Ты становишься Ситибанком и можешь работать так же, как Ситибанк. Это настоящий переворот. Биткоин берет иерархическую международную финансовую систему, которая консолидировалась, ограничив доступ, ведь это основной метод, доверие наших платежных систем, принимая только своих, и ставит ее с ног на голову, и заменяет ее плоской, децентрализованной сетью, в которой все узлы равны, где протокол нейтрален к транзакциям и выносит инновации на границе сети, реализуя то же явление, что реализовал интернет, инновации без разрешения. Ни у кого не нужно спрашивать, можно я перемещу свое приложение в интернете? Ни у кого не нужно спрашивать, можно я уничтожу бизнес-сферу своей новой технологией? А в биткоине не нужно спрашивать, можно я создам новый финансовый инструмент, новую платежную систему, новый сервис? Бери и делай. Напиши код, и ты станешь участником международной финансовой сети, которая скомпилирует этот код и состыкует тебя с миллионами потребителей. Но мы еще в начале пути, у нас еще нет элегантных интерфейсов. Системой сложно пользоваться. ее используют преступники. Ее используют разные организации по всему миру. И трудно рассмотреть, кто именно использует биткоин. Я все это уже слышал. Когда я заходил в интернет в 91-м году, это был притон воров, порнографистов, пиратов и преступников. Помните такое? Но это было не важно. И не важно даже сейчас. А не важно потому, что ту же технологию, с помощью которой преступник совершает свои преступления, мы можем использовать на благо, на удивительные вещи по всему миру. И нас больше. Биткоин создает идеальную для инновации среду. Потому что это не валюта. Это технология, сеть и валюта. И должен признать, я рад, что курс биткоина так подскакивает. Потому что у меня есть биткоин, и они греют мне душу. Но мне плевать на курс. Если завтра утром биткоин рухнет, это все равно революционная технология. Точно так же, если сайт провалится в интернете, или приложение провалится не пропадет. Поэтому поняв, что биткоин это технология, а не валюта, можно понять и всю его важность. Но опять же, мы не главное. Есть еще 6,5 миллиардов людей. Главное это принести в мир невиданную прежде финансовую интеграцию. И для нас это тоже классная технология. Можно вносить нестандартные инновации предлагать интересные услуги. Но если ты кенийский фермер, который собирает деньги, чтобы закупить семена, а с появлением нового децентрализованного одноуровневого займа и возможностью искать кредиторов по всему миру, это уже не технология. Правда? Это переворот всей жизни. Так что принимая во внимание, как биткоин влияет на большую часть мира, где правят деспотичные и коррумпированные правители, где центробанки допускают гиперинфляцию под 30% в месяц, гораздо важнее понимать, как биткоин может помочь жителям таких стран. В интернете 2 миллиона человек, и только у половины есть счет в банке, и мы это можем изменить. И это будет непросто. Не спешите радоваться. Когда в среду самых могущественных организаций в мире влезет подрывная технология, им это не понравится. А мы только начинаем сейчас. И тут подходит одно высказывание. Сначала нас игнорируют, затем над нами смеются, затем с нами борются, затем мы побеждаем. Мы пока что на стадии над нами смеются. И это хорошо. Потому что к моменту, когда они начнут бороться, они уже проиграют. Потому что эта технология стала глобальной, когда китайские инвесторы вложили в нее 2,5 миллиарда долларов, увидев в ней противовес глобальному доминированию американского доллара. В мире сейчас 193 валюты, но всего одна международная валюта. 193 валюты под контролем центробанков и правительств. И всего одна математическая валюта — биткоин. Мы не остановимся на одной. Криптографические валюты будут основой нашего финансового будущего. Они будут частью будущего нашей планеты. Потому что их изобрели ни больше, ни меньше. И уже нельзя эту технологию разобрести. Этот омлет не превратишь в яйца. Тот факт, что в этом пространстве уже конкурирует более ста валют, показывает, насколько быстро схватываются инновации. Даже помимо биткоина как валюты появилось много альткоинов, альтернативных коинов, как их называют, которые используют ту же базовую технологию децентрализованной книги основного капитала. Используют сетевую договоренность по алгоритму Сатоши, чтобы получить новые формы валюты. инфляционные и дефляционные валюты, валюты с демереджем или отрицательной процентной ставкой, благотворительные валюты, которые перераспределяются соотносительно доходом благотворительных организаций. Можно сколько угодно изобретать новые деньги и новые инструменты. В конечном счете, биткоин это программируемые деньги. А с появлением программируемых денег, возможности становятся по-настоящему бесконечными. Можно взять массу базовых концепций нынешней системы, которые полагаются на правовые контракты, и превратить их в алгоритмические контракты, в математические транзакции, которые станут правилами в сети биткоин. И как я уже сказал, третьих лиц нет. Контрагентов нет. Если я захочу перевести средства из одной части сети в другую, это будет равный равному и без посредников. А если я придумаю новую форму денег, я смогу распространить их по всему миру и пригласить людей ими пользоваться. И если вы увидите, что биткоин предлагает не деньги для интернета, хотя да, это деньги для интернета, это идеальные деньги для интернета, мгновенные, безопасные, бесплатные. Да, это деньги для интернета, но биткоин это гораздо больше. Это интернет мира денег. И валюта это только первое применение. И когда понимаешь эту мысль, то курс уже не важен. Волатильность не важна. Модность не важна. Ты понимаешь, что в своей основе это революционная технология, которая навсегда изменит мир. Спасибо и присоединяйтесь.